Всем здравствуйте! Черные точки. Многих мучает эта тема на самом деле, но давайте сначала разберемся, классифицируем. Есть такие черные точки, скорее всего вы открыли это видео, имея точно такие же. А есть еще и такие. Это комедональная форма акна и тут необходима однократная чистка перед лечением самого акна. В этом видео мы будем разбирать, как избавиться именно от первого варианта черных точек. Черные точки необходимо время от времени чистить. Да, от них нельзя избавиться раз и навсегда, потому что себум, особенно в молодом возрасте, активно выделяется. Поэтому во взрослом возрасте редко встречаются черные точки. Да, их нужно регулярно чистить, но чтобы это не происходило раз в неделю или даже раз в две недели, это очень часто на самом деле и даже для жирной кожи. Чтобы этого не происходило, нужно модернизировать домашний уход, добавить в него гидрофильное масло и долго-долго его втирать в поры, пока не будет ощущения самих вот этих вот сальных нителей, себума под пальцами. Далее нужно добавить в уход аха-кислоты. Лучше всего с этим справляется салициловая кислота. А также внедрить крем с себорегуляторами. Слово себум. Себум это то, что воспроизводит наша сальная железа. Это то вещество, которое будет окисляться под действием кислорода, ствердеть, темнеть и превращаться в темную точку, черную точку. То есть чем меньше будет образовываться себум, тем медленнее будут появляться черные точки. Далее обязательно SPF. Это не только профилактика фотостарения, но еще это правда помогает замедлить образование черных точек, потому что ультрафиолет является катализатором в реакции себума с кислородом, то есть когда себум превращается в черную точку. Также стоит упомянуть, вот, наверное, вы наблюдали у себя вот такие вот белые точки. Очень часто они находятся в зоне подбородка, в зоне крыльев носа. Это комедоны, в которых содержится себум, но комедон закрытый, поэтому кислород не может добраться до себума и окислить его, и превратить это все дело в черную точку. Как же бороться вот с уже белыми точками? Тут необходим кератолитик. Тоже хорошо помогает салициловая кислота. Лучше справляются поверхностные пилинги регулярно, один раз в неделю. Можно начинать с миндального. Я люблю азилоиновую кислоту, обожаю энзимный пилинг. Кстати, у себя в инстаграме я выложила подборку классных рабочих средств от черных точек. Это все были средства, которые замедляют образование черных точек. Но если черные точки уже образовались, они не помогут. Нужна чистка лица. Давайте посмотрим на моем примере. Вот мое дон. После очищения я наношу гель вопорезан под пленку на 20 минут. Вскрываю упаковку от абсолютно любой фирмы патчей для носа. Я наношу маску, мою любимую Лан Бену, на кожу. Она прекрасно достает поры. Ой, конечно же, не поры, а сальные нити. В комплекте с этой маской идут белые листочки прямоугольной формы. Обычная тонкая бумажка. На самом деле мне неудобно ей пользоваться, потому что она совершенно не анатомической формы. Поэтому я их заменила на любой патч, который предназначен для зоны носа. После нанесения патча жду до полного высыхания. Оно должно в камень высохнуть обязательно. Самое главное, что я хочу сказать, конечно же, вот этот хороший вариант домашней чистки. Но он не заменит профессионально. Я делаю профессиональную чистку примерно раз в 2-3 месяца. И, ой, как интересно на видео. Вот они полезли в сальные нити. Ой, как красиво, солнышко это все подсвечивает. Так вот, я делаю чистки достаточно редко, благодаря нормальному типу кожи. То есть себопродукция у меня неисбыточная. И также хорошему домашнему уходу. Вот я уже практически сняла полоску от периферии к центру мы это делаем. И сейчас буду приступать к энзимному пилингу. Его нужно совсем чуть-чуть, высыпая его на ладошку. И добавляю капельку водички. Смпениваю в руках и наношу на кожу. Обязательно хорошенечко прохожусь в зоне подбородка. И после умывания перехожу к тонизации и нанесению восстанавливающего крема. Пишите в комментариях, понравились ли вам вот такие вот наглядные примеры, как я справляюсь со своими черными точками. И вот сейчас перед вами мое после. Как вам? Вот замечательный такой вот результат. И если у вас есть вопросы по домашнему уходу или у вас проблемная кожа, то вы можете написать мне в Директ или Телеграм, потому что я даю бесплатные консультации. На этом все. До скорого. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok